Поворот с улицы Гущина. И дороги вот такие. И никто не чистит. Ука, говорит, не наша. Оттепель, которая сменилась настоящим катком и непроходимыми дорогами. Так город выходит с каникул. Нормальная чистка. Говалет получился. На улице Георгия Исакова с крыши дома упал снег. Чудом никто не пострадал. Только машина. Еще одно происшествие произошло в Октябрьском районе. На днях на женщину упала снежная глыба с крыши дома. Речь идет о здании на Петросухова, 77. Пострадавшую госпитализировали с различными травами. А все из-за того, что коммунальщики вовремя не убрали снег с крыши. Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. А это уже Чудненко, 95. Посмотрите, какие огромные сосули. Я бы даже сказала убийственные. Буквально 5 минут назад рабочие пытались их устранить, но увидев нас, скрылись, сказав, что мы занимаемся ерундой. По всей видимости, они тоже занимаются ерундой, потому что смотрите, какие огромные глыбы падают. Несмотря на то, что здесь ничего не огорожено. Это жилое здание. Здесь работает магазин, куда уже ходят за спиртными напитками с утра. В любой момент прохожий может получить смертельную травму. А теперь, что касается тротуаров. В мэрии нам пояснили, что сегодня дорожники стараются привести в порядок основные магистрали города, а также дороги, ведущие к социально значимым объектам. Если погода позволит, в течение недели службы перейдут на второстепенные дороги и частный сектор. Отметим, в период праздников дорожники работали в круглосуточном режиме. Сегодня в городе для уборки задействовали более 140 единиц техники. Тротуары, остановки и общественные территории посыпают песком и противогололедным материалом Бионорд. Содержание дорог и тротуаров осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Автодорстрой». Содержание городских общественных территорий в городе осуществляется учреждением благоустройства и озеленения города Барнаула. Дворы, внутриквартальные проезды очищают администрации районов и управляющие компании. Прибавилось сегодня пациентов в травмпунктах города. Вышел из дома, дороги не чистятся, сегодня заберзло все и упал. А, то есть вы только вышли? Да, я вышел уже, чуть прошел и уже упал. За сутки только в краевую больницу скорой помощи обратилось 27 жертв гололеда. В основном это пожилые люди, получившие ушибы. Передвигаются они медленно, но все равно каждое их движение это провоцирует уже для того, чтобы человек мог упасть. То бишь ориентировка, она у них более снижена. Реабилитация после переломов у людей пожилого возраста занимает до трех месяцев. Поэтому сегодня врачи советуют бабушкам и дедушкам лишний раз не выходить из дома, переждать гололед. А всем остальным иметь хорошую подошву и передвигаться не спеша. Обязательно, конечно, вытащить руки из карманов, чтобы при падении они играли как балансиром и опорой. Кстати, морозы в регион придут уже сегодня ночью. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.